Ну чё трудяги наработались? Домой хотите наверное да? Ладно отвезу потом. Друзья всем привет с вами Никита Дилэй и мы продолжаем играть на карте Зелёная Долина. Но перед началом просмотра этого видео хочу предложить вам заглянуть на канал iFermer. В чём отличие активной бараны от дисковой, насколько важен севооборот, какой бывает реальная урожайность представленных в фарминг симуляторе культур и ещё многое о чём постеснялись рассказать нам разработчики игры. Роуплей по учебнику агрономии заинтересовал? Тогда ссылка на канал ждёт в описании. И да, кстати этот парень проходит карту Рассвет, о которой меня постоянно спрашивают. Так что если хотите посмотреть, то в общем-то знаете где искать. А мы же друзья, что с вами сегодня будем делать? Для начала я таки продам вот этого Зелка. Как видите я изменил ему нашивки, убрал силосные и даже зерном эта падла работать нормально не захотела, поэтому нахрен она нам сдала здесь. Не вижу смысла держать вот эту рухлядь здесь. Он как бы симпатичный, он красивенький, но сам я на нём ездить не особо горю желанием, а наши валероны почему-то стесняются. Не нравится им это дело. Вот этого парня я решил оставить пока что. И сегодня мы докупим новый трактор с прицепом. Это чуть попозже. Погнали в общем-то смотреть, что у нас да как на нашей фермочке, потому что у нас везде созрел урожайчик и мы сегодня его будем собирать. Соответственно 16-е поле, которое около базы я засеял подсолнухами. Не знаю зачем, просто вот решил, что здесь будут расти подсолнухи, они созрели. И в общем-то их мы будем собирать на нашем комбайне и наверное на новом тракторе. Ну прекрасно же, правда? Также друзья, канолу, которую я собрал за кадром, 43 куба её получилось. Вот мы вывезем всю на мельнице топлива, разумеется. Куда ж ещё? Будем короче топляк всё-таки делать. Я тут подумал, что покупать его слишком жирновато будет. Поэтому канолку отправим перерабатываться на топливо. Далее друзья, перемещаемся на стройку. Здесь в общем-то у нас всё завершилось и появился второй триггер. Откроем меню. Я в общем-то довольно-таки правильно запомнил количество инструментов. Осталось 2 литра и бог с ними. Соответственно на второй триггер нужно будет привести. Начинать мы будем с самого низа. Автор карты по крайней мере сказал, что надо им делать именно так. Соответственно нужно привести сюда инструменты и песок мы сегодня не повезём. Песка пока что маловато. Но надо будет привести сюда обязательно 12 кубов этих самых инструментов. Вот этот тут остался пол поддона. Их надо выкинуть просто куда-нибудь в озеро. Я кстати даже знаю куда. Мы их сейчас вот так вот поднимем. И я нашёл место, где у воды есть коллизия. Точнее где вода, это грёбанная вода. Вы не поверите, но такое место здесь есть. И находится оно здесь очень близко. Пау. И всё. Ушёл под воду и мы про него забыли. Вот здесь вот можно плавать. А дальше мы из воды выходим. И можем по ней даже ездить на транспорте. А вот здесь мы утонем. И в общем-то надо будет работников отвезти на остановку обратно. Также друзья, раз уж я сюда пришёл, то здесь у нас находится добыча гравия. Гравий нам тоже потребуется в настройке. Поэтому вот это вот предприятие по добыче гравия мы сегодня купим. Ну и сюда разумеется надо будет его запустить. Топливо и один работник. И мы это дело сюда привезём. Далее друзья у нас идёт седьмое поле. Тут я засеял хмель. Он уже вырос вот такой вот большой, высокий. Он убирается силостным комбайном, как мне сказали. Не знаю зачем он прописан в початка собирательную жадку. Чё кривить душой? Тут на карте много косяков есть. Если уж на то пошло. Но в общем-то вроде как это надо дело собирать силостниками. Мы сегодня это дело тоже попробуем собрать. Правда перед этим всем нашему силостнику сначала придётся собрать вот это поле с кукурузой. Да, тут опять кукуруза. Да, мы её на силос будем продавать. Все дела. В силосной башне у нас кстати есть 415 кубов силоса. И после того как валерон, который будет у нас продавать канолу. Точнее не продавать, а возить на топливную мельницу. Закончит это делать. Ему там раз 5 придётся съездить всего. Мы его отправим сюда. Возить силос на продажу. Там 500 кубов влазит, поэтому влезет всё отсюда. Так что у него работа есть. Далее друзья лесопилка. Вот этого валеру надо отсюда обязательно достать будет как-то. Для этого надо сделать так, чтобы он продолжил работу. И соответственно привезти сюда коротких и длинных досок. Я думаю по 2 поддона мы купим и ему сюда привезём. Пускай дальше делает палет и их потом продадим в ящике. Кстати можно это всё дело поехать на рынок закинуть. Там типа дорого продаётся насколько я знаю. То что уже выполнилось. Надо этого пацана отсюда спасать. Что он здесь сидит уже наверное пару недель. Вот в таком вот состоянии. Ну и друзья производство, которое у нас были приобретены в прошлой серии. Добыча песка. Тут он кстати кучка появилась. Мы её пока трогать не будем. С одной смены получилось 59 кубов. Почти 60. И 3 куба топлива было потрачено вот этим вот пацанёнком. Его отсюда соответственно нужно будет забрать. И свеженького привезти. На питьевой скважине всё не так интересно. Тут у нас добывается питьевая водичка. 27 кубов у нас за всё это время. За сутки. Ну примерно сутки прошли. Добылось топливо потрачено очень мало. В общем-то мы сюда не думаю, что будем часто это топливо возить. Но и добывается оно не так быстро. Потому что питьевая вода вроде как нужна будет везде. Ну в смысле на предприятиях, которые у нас посвящены всяким пищевым продуктам. Ну и уголь. Тут тоже у нас валеры подустали. Свою смену отпахали. 36 кубов угля они нам добыли за эту смену. За свою смену. Около 2 кубов топлива потратили. Так что ещё на одну смену топлива хватит. Не повезём им сегодня. Но этих работяг тоже надо будет обязательно заменить. На свеженьких. Так что друзья, как-то так. Давайте начинать. Первыми друзья у нас поедут работать парни, которые будут убирать нам кукурузку. Здесь в принципе та же самая парочка, которая была у нас в прошлые разы. И всегда. Дон единственное с низким уровнем топлива. Но я решил не гнать его на базу заправляться. Мы сюда приедем. У нас есть делок специальный. Заправщик. Мы сейчас приедем, заправим его. Эти парни себя в общем-то показали с вполне хорошей стороны. Так что пускай и работают. Я думаю у них всё хорошо должно быть. Далее друзья. Мы отправляем вот этого вот парня возить канолу на нашу топливную мельницу. Вроде как не самая сложная задача. Поэтому он с ней должен вполне себе нормально справиться. Я по крайней мере на это очень сильно надеюсь. Смотря на то, что эту МТЗ-шку наши Валеры не очень сильно любят. Но надеюсь у него всё получится. И он не будет меня расстраивать. В общем-то счастливого пути. Далее друзья. Мы перемещаемся с вами в магазин. Нам надо продать вот этого зелка. Я его вот сюда пригнал. При продаже через меню нам предлагают за него 11 300. А если мы продадим его в магазине. Дают 13 тысяч. Ну разумеется мы продадим его в магазине. Может быть если бы мы его починили. Было бы ещё и подороже. Ну и раз мы в магазине. То самое время купить новый трактор. Я в прошлой серии показывал вам. Вот такой вот 15-23. Который оказался без ступи. С каким-то диском непонятным. И со мной связался парень. Который их делал. Сбросил мне весь вот этот вот пак. И выглядят они кстати я вам скажу. Довольно таки симпатично. Как они в деле мы сейчас проверим. Так что они так дорого стоят а? Жаба душ так покупать сейчас. В общем-то мы возьмём и купим себе. Вот такой вот 15-23Б. Там у парня кстати довольно много модов есть. Есть ещё вот такой вот замечательный 826. Который тоже сделан в принципе симпатично. Действительно хорошо. Ну и вот такой вот 35-22. Моды вроде как не совсем бесплатные. Но в общем-то если кому-то интересно. То ссылочку я тоже оставлю в описании. А мы же с вами купим себе вот такого вот зверька. Надеюсь ты падла будешь хорошо работать. И сейчас друзья небольшое лирическое отступление. Уже после записи этого самого ролика. Выяснилось что автор этих модов. Не совсем автор этих модов. Это просто конверты из 17 фермы. Сказать по правде я совсем не сторонник того чтобы их продавать. Тем более они скажем прямо не самого хорошего качества. Но если вдруг кому-то они понадобятся. Кто-то захочет. То ссылку я всё равно оставлю в описании. Но вы умненькие. Выбор за вами. Боже мой а что с зеркалами не так-то дружище. Зачем ты это сделал? Ладно возьмём себе его. Купим. Надеюсь ты с Валеркой будешь работать нормально. Точнее Валерка с тобой. И да кстати нам надо ещё один прицепчик тогда взять. Кстати можно взять который. Не побольше. Он под комбайн не это самое. Плохо будет. Берём тогда ещё один такой же. Его тоже покупаем. Ну и соответственно это чудо перегоняем на базу. Блин вот зеркалами совсем плохо придумано. Вот честно. Хотя если из салона то они работают нормально. Ладница. Цепляемся и погнали. И в общем-то автор мода меня попросил кстати высказать свою фе по этому поводу. И я пока на нём ехал рассмотрел его со всех сторон. И в общем-то у меня появилось своё фе. Во-первых вот эта вот пустота внутри двигателя. Я не знаю. Она мне капец как не нравится. Ты с видом от салона видишь то что ты не должен видеть. Как по мне так такого быть не должно. Во-вторых почему горит лампочка ручного тормоза всегда. Даже когда ты едешь она всё равно мать его горит. Как по мне такого быть не должно. Ну по свету тут более-менее скажем так. Далее вот эта вот хрень на зеркалах её блин по-любому надо убрать. Такое никуда не годится. Ты о чём? Пацан ты же ребёнок. Я понимаю что гормоны и все дела. Но нет так нельзя делать. Ну да вот эта дырка в движке меня как-то больше всего наверное раздражает. А ну то есть ну вы понимаете да? Вот эти вот руки. Вот эти раздвинутые ноги. Кот Саймона это конечно хорошо и оригинально. Но моделька водителя это же. Я друзья не то чтобы обсираю прям этот мод. Но дружище если ты хочешь делать моды которые ты хочешь продавать. Но они должны быть немножко получше. Это друзья лично моё мнение. Я его никому не навязываю. В целом моделька неплохая. Надеюсь с Валерчиками это всё бодяга будет работать. Потому что как оказалось косяк в тракторе в самом. Ладно посмотрим. Так друзья вроде как мы всех в работу зарядили. Поэтому давайте покатаемся сами по карте. И выполним то что сегодня запланировали. Выполним то что запланировали. Гениально. В первую очередь надо заправить Дона. Потому что что у него совсем всё плохо. Для этого мы возьмём вот этого нашего Зилка. Автозаправщика и поедем на 22 поле и заправим его там. И прибываем мы на поле. Я думаю что имеет смысл наверное подождать пока они остановятся. Они примерно сюда наверное и подъедут. Когда круг у них закончится этот. Не круг а когда забьётся прицеп. И тогда пока МТЗшка поедет разгружаться. Мы заправим Дона. Как по мне гениальный план. Вам так не кажется? А мне вот кажется. Какого хрена он опять справа едет? Я же ему даже поставил чтобы он слева ехал. Сказал же принудительно ехать слева. Но ёшкин кот что с вами не так? Ну-ка давайте-ка разворачивайтесь. А то тоже мне это самое. Будете потом плохо собирать на поворотах. Да ещё и кукурузу топчешь зараза. Во. Другое дело. Давайте по нормальному. Как я вас учил. Проказники а? Вот глаз да глаз за ними нужен. Кстати Зилка по моему на траектории трактора прямо поставили. И это наверное не очень хорошая мысль. Давайте его наверное отсюда таки отгоним. Что у него там по заполняю? 18 кубов. Хорошо. 86%. Уже скоро должен будет ехать и разгружаться. И сейчас он в дерево какое-нибудь врежется. Вот это всегда так случается когда ты за этим делом следишь. Вот если за ними не следить они прям прекрасно всё уберут. А если ты за этим делом следишь то стопудово будут какие-нибудь косяки. Поехала разворачиваться. Хорошо. Ну что деревья не помешают тебе надеюсь? Ну почти. Нет не почти. Ну вот твою ж мать. Ну как так-то? Мы его сейчас силой вот так вот просто пнём и он поедет дальше. Перезапускать его нет смысла. Так ну а вот этого мы подгоняем так чтобы этот начал заправляться. И желательно заправил полный баг. Как-то в этой версии курсплея всё не очень хорошо работает с этим делом. Нет не заправляешься? Серьёзно? О чуть-чуть заправился. Но не полностью. Ладно. Мы ему сказали чтобы он заправлялся всегда. О пошло. Замечательно. Мне это нравится. Всё видимо полный баг да? Хорошо. Пускай едет работает. А мы этого пацана... Хотя нет. На базу мы его не погоним. Мы его как раз здесь и оставим. Почему бы и нет? У нас будет здесь заправщик. Пускай вот тут вот стоит. На базе у нас там есть другой. Дон больше всего топлива жрёт. У него самое больше часов наработки идёт. И расход большой. Поэтому этот заправщик пускай стоит здесь для Дона. Ух ты дерево объехал. Какой ты молодец а? Давайте. Продолжайте в общем-то работу. У вас... Я вам один час даю на всё это поле. Фиг они правда успеют. Да, кстати. Вот эта вот принцесса наша нормально подъехала. Опустошила комбайн. И в принципе это уже хороший знак. Мы ей сказали ехать на разгрузку. Пускай едет. Посмотрим получится у неё разгружаться сейчас или нет. На самом деле это самое важное. Потому что именно с этой бодягой у них всё время проблемы. Ну где ты там едешь? Едет. Всё нормально. Не по дорогам, не аккуратно. Ну что ж ты это? Эх, с женщиной. Ладно. Сейчас момент X. Он кстати замедлился. Это хороший знак. То что он замедлился. О, аллилуйя. Всё. Значит этот трактор у нас остаётся 100%. Надеюсь автор мода послушать что я сказал. Да и подправить. Тогда будет конфетка. Хотел мне только что написать что там новое обнова завтра будет. Но ролики я уже записываю. Так что это обнова скорее всего уже даже вышла. На момент когда вы это смотрите. Ладно. Что я всё о модах да о модах. У нас осталась работа. Давайте-ка откроем наших работяг. Они тут неделю просидели бедолаги в кузове. Смотрите у нас есть 4 рабочих. И этого как бы мало на самом деле. Ну ладно. Справимся. Соответственно заходим, залазим в газон. И сейчас поедем по карте блуждать. Будет много таймлапсиков по перемещениям по нашим. Соответственно друзья. Что нам надо сделать в первую очередь. А в первую очередь друзья. Мы цепляем вот этого пацана на наш зил который с платформой. И мы едем в магазин за инструментами и за досками. Давай 50 метров тебе отставать. У нас тут валерон. Дама поедет короче. Развозить этих пацанов. А мы садимся в зил и едем в магазин. И в общем-то прибываем в магазин. Сейчас подъедет ещё сзади газончик. Где-то он там сзади плетётся. Женщина не очень хочет быстро ехать. Ну и ладно. Итак друзья. Что нам здесь теперь нужно? Нам нужны инструменты. В первую очередь. И нужно их 12 тысяч литров. То есть в три раза полностью надо их забивать. 20 тысяч потратим на всё это дело. Ладно. Даже не 20. Даже 23. Ждём пока переработается. Пока нам их выгрузят. И вообще кстати давайте сразу закажем по одному поддону. Или может даже по два поддона. Давайте по два поддона. Ладно гулять так гулять. Длинные доски берём. И короткие доски мы тоже берём. Тоже два поддона. Есть? Есть. Так инструменты. Первая партия у нас появилась. Соответственно закупаем ещё. А вот это дело мы выгружаем. Создать два поддона. Сейчас мы это автозагрузкой быстро здесь погрузим. И надо будет ещё одну партию инструментов взять. Давай появляйся пожалуйста быстрее. Не? Не хочешь? Но? Во. Всё появилось. Отлично. Соответственно тогда ещё инструменты. Берём мы ещё. 3000-4000 литров. И вот эти мы выгружаем. И создать ещё два поддона. Того мы получается повезём 6 плюс 2 плюс 2. 10 поддонов. Вроде как должно 10 как раз и влазить на наш грёбаный зелок. Давайте подъедем затарим сначала те, которые у нас уже есть. Они у нас будут спереди. Так друг на газоне стойка. А то мы не туда подъехали. Вообще надо было раньше его остановить. Во. Это мы забрали. Сейчас мы выгружаем ещё и эти. Они тоже следом падают. Далее давайте мы выгрузим короткие доски. Два поддона. И соответственно то же самое сделаем и с длинными досками. Те же самые два поддона. Ой. Блин. Я закупил длинных досок ещё. Вот гадство. Ладно. Создаём два поддона. У нас если что доски останутся. Они всё равно когда-нибудь да понадобятся. Но и чё они не прыгают? Эй. Ну пожалуйста. Ну запрыгните. Нет. Они не хотят. Серьёзно. Не очень хорошая новость я вам скажу. Ладно. Вы же знаете. Я же их всё равно увезу. Просто выглядит это будет максимально странно. Мы это всё сейчас загрузим. В чём проблема. Вот тяк вот. И вот тяк вот. Блин. Ладно. Некрасиво выглядит. Но что поделать. Нам надо это всё дело перевести. Так что ребята простите. В общем то закрепляем это всё дело ремнями. И оно всё будет нормально держаться. Значит надо опять этого пацана цепануть. Ёшкин кот какой ты громкий. Ещё раз цепануть его на фоллоу ми. Не удалось найти след. Ну ты лошара если тебе не удалось найти след. А отсюда найдёшь. Отсюда нашёл. Молодец. Ну хорошо. Тогда поехали на стройку. И приезжаем мы на стройку. Соответственно что мы здесь делаем. Для начала нам нужно забрать уставших работников. Так что давайте для начала их заберём. Второй подъехал газончик. Сейчас будем на двух сразу ездить. Давай-ка полезай. Блин сюда один хрен придётся ещё с топляком возвращаться. Ладно. Ничего страшного. Соответственно вот этого вот всё добро мы сейчас тоже цепанём на фоллоу ми. Следом за вот этим газоном. Тоже можно на 50 метров отставать. А вот с этого надо сейчас выгрузить инструменты. Так что мы выгружаем. Вылазим отсюда и вручную их сейчас туда занесём. Каждый поддончик мы сейчас вручную отнесём. Чтобы туда не заезжать. И пожалуй в обход вот этого триггера я пойду. Всё. В общем-то это дело пошло у нас грузиться. Проделаем эту операцию со всеми. Ну и теперь друзья нам нужно закинуть обратно вот эти дуа. Надо ещё проверить нормально ли это всё дело залетело. 6 тысяч литров там должно быть полностью забито. Да. Точнее 12 тысяч литров. Не понимаю почему 99 процентов. Ну да ладно. Это же наша любимая ферма. Тут всё работает не так как должно работать. Так давайте-ка ещё отстегнём ремни. И доски эти поаккуратнее положим. Которые у нас уже здесь лежат. Как-нибудь вот так вот. Не. Не хочешь нормально ложиться? Пофиг пойдёт. Так вот это вот мы ставим рядом. Слушайте я даже более-менее попал. Более-менее ровно. Ну и вот эти вот соответственно закидываем туда же. Сейчас мы их поправим. Главное положить. Во. Вот так вот. И все поближе к одному. Каждый к каждому. Отлично. И теперь цепляем это ремнями. И всё. Они будут держаться. Круто та же. Ну и продолжаем наше путешествие. Теперь мы едем на лесопилку. Такс. Прибываем. И что нам теперь здесь нужно сделать? Нам нужно загрузить вот эти вот самые доски. Которые мы сюда привезли. Чтобы дальше вот этот парниша здесь стучал. А вот эти палеты которые он уже сделал. Мы сейчас заберём и отвезём на рынок. Пускай продаются потихоньку. Они там долго продаются. Поэтому пускай. Да. Надо отвязать обратно ремни. И соответственно берём вот эти вот самые досочки. И погнали всё это дело закидывать этому пацану. Чтобы ему было из чего стучать. Он кстати молодец. Трудяга такой. Много делает. Один человек. За 12 часов успевает быстро нормально переработать. Такс. Вот это тоже полетело. И он пошёл работать. Это прекрасно. Давай дружище. Вот это вот мы тоже забираем. Забираем. И оно тоже полетело. Нет. Не полетело. Во. Полетело. Всё нормально. Соответственно скоро этот работник тоже освободится. И в следующей серии мы его тоже сможем забрать. Ну а здесь мы теперь включаем автоподбор. И вот то что у нас уже есть. Мы сейчас закидываем на нашу эту. Ну в общем то на нашу платформу. И повезём это всё дело на рынок. Контейнеры только не улетайте пожалуйста. Во. Нормал D. И теперь то же самое проделываем. Последнее с политиками. И они исчезают. Ну здорово же. Во. Последнее. Всё. Теперь можно дальше ехать. Дальше друзья мы едем на рынок. Погнали. Так. Перебываем на рынок. И соответственно вот это вот всё дело мы просто тупо выгружаем здесь. И пойдём вручную наверное всё это дело закинем. Контейнеры сюда продаются я знаю. Пошли продаваться. Вот это вот дело тоже. О. Залезло. Отлично. Это меня радует. Вот эта кстати штука может сюда не залезть. Одна запрыгнула. А вторая запрыгнет. Неполная. И вторая запрыгнула. Это тоже хорошо. Ну и соответственно сами палеты. Ящики, палеты, контейнеры. Всё вот это разное здесь. Ого. Всё попрыгало. Слушайте шикарно. Всё влезло. Это хорошо. Ну в общем-то я думаю в этой серии не успеет. Даже в следующей мы начнём. И она всё ещё не успеет продаться. Оно как-то долго продаётся. Ну в общем-то денежка будет какая-то минимальная капать. С этим друзья разобрались. Так что поехали. Теперь цепанём топливную бочку на этот ЗИЛ. И поедем кататься дальше. Во. Как-то так это выглядит. Единственное надо сейчас рассказать вот этому Валерии, что надо прицепчик-то объехать. А то он такой ну трохи глупенький. Во. И сейчас вроде всё должно быть нормал д. Так друзья, теперь мы едем на заправку. А знаете друзья, что я подумал. А мы работяг со стройки высыпем на эту остановку. Чтоб там не ездить, не искать остановки. Где они у нас последние, да, сидят уставшие. Во. Смотрите-ка, что мы сделаем. Мы сейчас их высыпем сюда. А они здесь как-нибудь на автобусе до дома доберутся. Чё я их домой повезу, правильно? Во. Усталый работник. Разгрузить. Разгружаем. Отлично. И теперь через 12 часов здесь появятся свежие работнички. На этой остановке. Шикарно. Цепляем сзади опять его на фоллоу ми. Потому что мы сейчас будем собирать с других мест, опять-таки, работников. Ну и опять-таки садимся в наш зелок и погнали. И сейчас друзья, мы заправляем эту бочку топливом. Стой, падла. Во. Погнал заправка. Блин, а какая же ты долгая. То, что у нас прямо на дороге стоят наши газоны, тоже не очень хорошо. Ладно, заправляйся. А мы пока посмотрим, как дела у наших комбайнов. Вот эти, кстати, пацаны работают нормально. Еще ни разу меня не отвлекли. Иногда выскакивает это сообщение, что он забуксовал. Но это все нормально. Трактор не забагованный. Не без косяков, конечно. Но работает. Поехала разгружаться. Самое главное, что разгружается. Меня это больше всего радует. Эти пацаны тоже работают. Ну, в принципе, что им не работать-то? У них все нормально. Кстати, знаете, что я подумал? У нас же, может быть, ферментатор уже подзабился. Да, кстати, МТЗшка, я Валерону сказал возить силос на продажу. И он отказался. Не хочет он это делать. А кстати, если он не хочет возить, а хотя он разгружать ее, все равно здесь не будет. Эх, грусть, печаль, тоска. Вообще бросил, здесь убежал. То, что у нас там по силосу 400 кубов, это нормально. А вот сечки, блин, забита она так прилично. Не успела переработаться. Переработаться, в общем-то, мы, наверное, в следующей серии это поле вообще засевать не будем. И забьем ферментатор и оставим все как есть. А в следующей серии будем, в общем-то, продолжать просто уборку этого же поля. Наверное, как-то так надо будет поступить. Ладно. Боже мой, это реально вечность прошла. 12500 мы за это топливо заплатили. Я реально ждал вечность. В общем-то, сейчас это топливо надо отвезти обратно к стройке на добычу гравия. И, кстати, эту самую добычу гравия надо будет и прикупить. Так что погнали. Может, пробку создали. Вот так вот. Ладно, поехали. Такс, и здрасте. Соответственно, добыча карьера. Как я уже говорил, здесь нужен один работник и топливо. Скорее всего, тоже 20 кубов. Но для начала это все дело нам нужно прикупить. Выбираем территорию. 29000 она стоит 30. У нас как раз 34 есть. Отлично. Берем. Остается 4000 на зарплату рабочим и на топливо. Хотя мы там все равно немножко будем покрываться. У нас сейчас на рынке продажа идет. Ладно, это все такое. Погнали. Сейчас нам нужно разгрузить вот этого пацана. Что нет? Не здесь? Я же с этой бочки в прошлых сериях разгружал топливо. Все нормально работало. Что не так-то теперь? Дизельное топливо. Или нам не такое топливо надо? Дизельное топливо и топливо это разные вещи. Друзья, эта карта сведет меня с ума. Я не знаю, что я делаю не так. В прошлой серии все нормально выгружалось из этой бочки. А сейчас я кручусь-верчусь. Я съездил, разгрузил это топливо на заправку. Кстати, а здесь у нас топливо? А на топливной мельнице может быть у нас другую штуку делают? Нет, здесь тоже самое. Дизельное топливо. Я думал, может быть это разные вещи немножко. Но нет, это одна культура на этой карте. Ну вот как ее разгрузить сейчас? Ладно, давайте начнем с работника тогда. Заводим двигатель и попробуем сначала работягу выгрузить. Работник сразу подхватился и выгрузился. Это хорошо. Давайте отгоним куда-нибудь. Чтобы они нам не мешали эти газоны. Попробуем сейчас еще на триггер работника заехать. Не знаю. Что-то я в расстройстве. Эта карта реальность ведет меня с ума когда-нибудь. Ну вот вашу мать, вот что не так? Ладно, друзья, с топливом я потом буду разбираться. Хрен с ним. Неохота сейчас вообще париться. Оставляем его здесь. Здесь и наша задача сейчас работники. Этих двух работников. Трех, которые у нас остались в кузове. Одного закинуть на добычу песка. И одного закинуть, точнее двух, на добычу угля. И соответственно в тот газон, который у нас сзади подцеплен, забрать старых рабочих. Сможем ли мы отсюда как-нибудь доехать? Сможем. Отлично. Там вон есть дорожка, по которой я кстати еще и не ездил ни разу. Так что мы сейчас новые дорожки оценим. Погнали. Так, соответственно, прибываем сюда. На карьер. Сейчас ждем, пока подъедет второй газон. Вон он там несется. Я вот сейчас думаю, кстати, на добычу угля. Там же по таким склонам надо будет ехать. Как он тут поедет нормально? Соответственно, в этот газон мы, друзья, забираем уставшего работника. И уставших работников мы теперь будем в этого газона складывать все время. И как только мы его забьем 10 человеками, мы отвозим их на остановку. Чтобы на остановку было вот полностью прям. Так он не загружается. Ну почему ты не загружаешься, падла? Почему меня сегодня все так бесит, а? О, словил. Отлично. Так, вдруг теперь стой здесь. И мы тогда залазим в другого газона. И обычного работника им туда выгружаем. Давай, вылезай. И все. Пошла у нас работенка. И это хорошо. Цепляем, в общем-то, опять-таки на фоллоу ми. Нанимаем Валерку. Пэл. Отлично. И погнали на нашу угольную шахту. Сделаем там то же самое. А здрасте. А я тут приехал вас забрать. Будете теперь жить у меня в кузове. О, эти сразу подцепились нормально. Так, эти есть. Это у нас уставшие работники. Давайте-ка мы, наверное, дальше ручками доедем. Потому что страшно здесь с маневрами этого самого фоллоу ми, курс плея. Я не знаю, что здесь дальше будет происходить. В любом случае, надо сейчас выгрузить вот этих двух оставшихся пацанов сюда. Я надеюсь, мы их сможем потом забрать, скажем так, неполное количество. Очень надеюсь. Ну, если что, я знаю, как эту проблему решить, если мы не сможем их забрать. Так что, ничего страшного. Так, ладно, все. Оставляем тогда этих пацанов здесь. Это производство у нас пошло. Тут все хорошо. Возвращаемся на 16-е поле. Тут у нас все плохо. Этот пацан стоит. А стоит он, потому что он сломан. И у него просто тупо нету сил куда-то дальше ехать. Но, смотрите, сейчас одним простым движением мы его чиним, и он сразу же уезжает. Жатку, кстати, на всякий случай тоже починим. Во, поехал. И нормально все будет убирать. Надо следить. Я вот не слежу за состоянием техники, а вот надо. Очень зря я это не делаю. На 22-м поле, друзья, сейчас уже закончится. Ну, точнее, сейчас почти забьется уже полностью силостная башня. И я остановлю эту уборку. Значит, подсолнечник я сейчас за кадром по-быстрому доубираю. А уборка кукурузы, оставшаяся, и уборка хмеля на седьмом поле у нас останется, друзья, уже на следующую серию тогда. Тогда-то мы и продолжим. И, в общем-то, планов еще много у меня на следующей серии. Но у нас опять проблемы с финансами. Надо будет продавать этот гребаный силос. Сейчас, наверное, я вот и поставлю, пока буду ждать, пока уберется этот самый. Хотя давайте мы сейчас его и поставим. А ну-ка, стойка, дружище. Давайте, в общем-то, его вручную сейчас разгрузим здесь. Раз у нас маршрут проходит с другой стороны. И то МТЗ-ку, кстати, тоже надо будет убрать. Что на меня сегодня вообще не порадовало. То есть, канулу вроде как отвезла нормально, а силос продавать не захотела. А этот все нормально продает. И новый МТЗ-ка тоже прекрасно работает. Вроде как новый трактор еще один тоже не помешало бы купить. Все, давай, ехай. Куда ты поехал, друг? Ну что ж ты творишь? Ладно. Поехал сначала разгрузиться. Но у него ничего не выйдет. Давайте этого в сторону отставим пока что тогда, чтобы не мешал. И, друзья, нам нужно какой-нибудь карьерный самосвал покупать для песка. Я, в общем-то, какой-нибудь поищу. У нас тут вроде как в магазине сейчас доступен вполне себе интересный крас. 16 кубов у него кузов. Но что-то я читал, что он какой-то тоже с ним. Что-то не то. В общем-то, я еще поищу какой-нибудь нормальный карьерный самосвал. Надо будет разбираться, как грузить гребаный песок и гребаный гравий, соответственно. Потому что скоро надо будет, друзья, уже начинать стройку. Второй этап. Ну что, ты-то хоть будешь работать? Только не расстраивай меня. Пожалуйста, скажи, что ты будешь работать. Что у тебя все замечательно будет. Ну-ка, дружище, давай-ка. Смотри-ка. Хоп. Во. Во. Это МТЗ-ка работает. Нормалды. Будет ездить продавать. Ну что, друзья, тогда я, в общем-то, на этом эту серию завершу. Что мне подсказывает, что она опять длинной получилась. Я не очень люблю, когда длинные серии получаются. Коротенькие так-то лучше, мне кажется, заходят. Так что, друзья, я на этом с вами второй раз уже говорю, да? Я на этом с вами прощаюсь. Стримов, наверное, в ближайшее время по этой карте у нас не будет. Там пошли стримы по свапе. Отдельная карьера. Кстати, кто не смотрел, попробуйте глянуть. Там вполне себе интересная мысль. Если там все будет хорошо, может быть, когда-нибудь и здесь мы проведем такое же. Может быть, ничего не обещаю. Будем смотреть и все дела. Да, если я буду что-то делать за кадром, я вам обязательно об этом расскажу. На этом, друзья, у нас все. Подписывайтесь на канал. Звоните в колокольчик, там справа от кнопочки подписаться. Есть колокольчик, в общем-то, нажимайте, чтобы он звонил, чтобы вам приходили уведомления о новых сериях. И про лосики, конечно же, не забывайте. Чем их больше, тем лучше у меня настроение. А когда у меня хорошее настроение, я ролики интереснее делаю, наверное. Ну и, конечно же, комментарии ваши пишите. Комментарии это круто. С вами был Никита Дилэй. Всем, друзья, спасибо за внимание. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok